Здравствуйте, дорогие друзья! Это Татьяна Конкина и мой канал «Счастье и успех для всех!» Добро пожаловать! Я делаю свои видео в Торонто, Канаде, и сегодня я вам хочу рассказать о нашем последнем путешествии. Мы проехали не так недалеко, а примерно 200 километров, побывали в разных-разных местах. Я хочу этим с вами поделиться. К сожалению, я не ставлю фотографии на одном месте своим видео, но я их поставила на Facebook, поэтому добро пожаловать! Все заходите на мой Facebook, Татьяна Конкина, и там я ставлю свои фотографии. Что такое канадские окраины? И почему сегодня я хочу сделать видео в канале, которое называется «Счастье и успех для всех!» Главный месседж, который я хочу всем сегодня донести, это как развиваются люди, как они живут в небольших городках, как эти городки вообще выживают и процветают, и что такое малый бизнес, как люди выживают в маленьких городках за счет малого бизнеса. Ну, канадские окраины – это очень-очень красивая природа, это сосны, розовые скалы везде, необыкновенное количество озер. В целом в Канаде примерно 2,5 миллиона озер. Я вот взяла для вас карту, и буду вам показывать это на карте, чтобы по чуть-чуть было понятно. И это карта только-только Южного Онтарио, провинция, которой я живу. Здесь на карте вам будет понятно. Посмотрите, пожалуйста, поближе, начиная от огромного озера Онтарио, на котором стоит Торонто. Итак, посмотрите, сколько-сколько, ну, увидите много-много всяких озер везде, посмотрите. Но и очень-очень. Это только-только Южный Онтарио, это даже не вся провинция Онтарио. Ну, и сколько-очень много здесь дорог построено. Практически везде-везде-везде к каждому населенному пункту очень-очень много дорог. То есть ездили мы сейчас примерно вот в эту вот сторону. Вот если на карте посмотреть, то место называется Москока. Это очень-очень известное место, и там имеют в своей даче все знаменитости, все celebrities. И это место необыкновенной красоты озер. Я надеюсь, что это вот-вот будет видно, потому что у меня есть более подробная факта Москоки. Если вы увидите какие-то необыкновенные озера. То есть озера пресной воды очень-очень чисто. И красота Москоки в том, что она вся расположена на гранитной плите. Это стоит на гранитных плитах, поэтому гранитные скалы будут везде-везде, и в воде тоже. И национальная сосна, белая сосна, она, конечно, не белая, цвета зеленая, но очень нежные иголочки. Всюду везде полевые цветы. Очень-очень-очень красиво. Так мы, конечно, получили массу удовольствия от природы, потому что это не до совершенно необыкновенной красоты и чистоты. Я поставила фотографии на Facebook, но если вам можно показать, это выглядит вот так вот примерно. То есть это скалы, это очень-очень много разных деревьев красивых, это гольф-поля везде, и чистейшие-чистейшие озера. Практически дома, которые мы там рассматривали, там даже строятся дома, продаются очень красивые. Но и самое-самое главное, вот это сочетание чистейших озер, гранитных скал розовых и хвойных деревьев, цветов. Красота невероятная, очень-очень-очень красиво. Мы остановились в отеле, который назывался JW Marriott. Очень-очень красивый отель, с потрясающими территориями, очень такая вся большая, ухоженная на берегу озера, красиво. Невероятная красота. Сейчас осенью, в сентябре, будут очень много туристов в Москве со всего мира смотреть на то, как меняются цвета. Как из зеленого все это становится желто-красным-золотым. И на фоне этих озер, на фоне этих скал, это очень-очень красивая картина. Но моя главная задача сегодня рассказать вам о том, как выживают люди в этих городках. Потому что мы проехали несколько городков. Это вот Граденхёрс, Брейсбридж, разные маленькие городки. Но городки, конечно, неинтересные. Они, ну, обыкновенные, маленькие, даже не везде дорогие дома. Хотя вот кодочи, дачи в Москве очень-очень дорогие и очень красивые. Вы можете посмотреть это на интернете. Я поставлю название. Там и по 20 миллионов, и по 30 миллионов дачи есть. Очень-очень красивые. И все голливудские кинозвезды, селебрити, все считают своим долгом обязательно иметь дачу в Москве. И проводят там летом. Поэтому, когда вы приезжаете в Порт Карлинг, вы можете увидеть там в соседнем супермаркете кого угодно. Из самых известных политиков и звезд шоу-бизнеса и кино. Вот такое вот это место, оно притягивает необыкновенные природы, чистыми озерами. Люди, конечно, купаются в озерах. Вода не совсем такая уж теплая. Она немножко такая свежащая. Но, тем не менее, они строят такие длинные мостки, потому что даже не везде есть пляжи. И на этих мостках, с этих мостков люди прыгают, ныряют, купаются. Все-все-все дети проводят все лето в Москве. Это традиционно для Антарио, для этой вот провинции. Ну и каждый должен иметь лодку. Каждый имеет обязательно даже небольшую моторную лодку. И вот мы ходили в ресторан вечером. Люди в ресторан подъезжают. Там такой пирс, такая пристань. Накажены свои лодочки. Попили, поели, поселили в ресторан, опять на дулочку и поплыли. Уже вечером, почти в темноте. Каждый поедет к своей даче на своей лодочке моторной. Очень-очень красиво выглядит, романтично. Но главное, о чем я хочу вам рассказать сегодня, это как выживают там люди. За счет чего? Что люди делают? И это меня просто восхитило и поразило. Как много люди могут сделать, если просто им дана свобода предпринимательства. Поэтому мой главный-главный для вас месседж сегодня – это насколько важна свобода малых бизнесов. Потому что мне кажется, что если в каких-то странах нет достаточно людям свободы и поддержки малых бизнесов, то убивается самая природа человека, его творческое начало человека. Поэтому если вы живете в стране, где вы не можете иметь малый бизнес, где вы не можете делать то, что хотите, посмотрите на провинцию Онтарио. Здесь 97% бюджет приносит деньги из малого и среднего бизнеса. Большие бизнесы только 3% бюджета приносят. А малый и средний бизнес – это почти все, на чем основана любая экономика. Это вот в Москве, в этих маленьких городах, которые в основном люди приезжают летом. И очень все сезонное. Но летом можно сдавать какие-то дачи, что-то иметь. Это достаточно дорого. А вот весь остальной год. Каждая семья, почти каждый человек что-то делает. И мне это просто-просто очень-очень понравилось. Мы были на местном маркете, так называемый рынок, который раз в неделю, в каждом городке раз в неделю какой-то рынок. И вот люди берут свои поделки. Что они делают? Кто-то вяжет какие-то коврики, кто-то рисует какие-то картинки, кто-то делает какое-то мыло из лаванды, которую они там покупают, с этой лавандой смешивать, с какими-то эссеншными маслами. Я тоже купила много всяких кремов. Один крем для тела купила, другой для лица купила, какие-то масла из лаванды. А потом купила какое-то мыло необыкновенное, которое они там делают. Все эти люди. То есть каждый человек проявляет свою любовь и свое творчество. И делает что-то. И это все у вас требовано, потому что люди любят обмениваться. Я тебе продам замечательное мыло, которое я делала со всей душой. Ты мне продашь что-то еще. То, что ты любишь делать. То, что тебе это нравится делать. Эти поделки людей и как они существуют за счет этого, меня просто-просто поразили. Это было очень-очень интересно. Кроме того, мы посетили ферму. Ну, конечно, там не очень много места что-то выращивать. Поэтому там не выращивается. Земледелия там нет. В отличие вот от другой части Оттарио, которую я тоже вам расскажу об этом. Там земледелия, наверное, почти нет. Потому что отрек там достаточно холодный климат. Это на север. Мы едем от Торонто, там еще холоднее. Там не очень, наверное, выживает культура. А потом там, наверное, просто нет земель для этого. Там лес и озера. Озера и лес. Просто озера, вот ты едешь по дороге, думаешь, что с этой стороны у тебя озеро, а с той стороны будет лес. Нет, ты смотришь, там тоже озеро. И везде кувшинки красивые. Озера чистейшие. Очень-очень красиво. Поэтому земледелие там не очень развито. Желопотомосы тоже не очень развито. Поэтому люди делают то, что могут. Но вот, кроме всего прочего, мы заехали на ферму, которая называлась ферма по выращиванию клюквы. Казалось бы, это вообще возможно во многих местах. Что я хочу сказать, и чем я хочу вам помочь сегодня, это открыть ваши глаза и посмотреть вокруг. А что из этого я могу делать в своей стране, там, где я нахожусь? Вот, например, была вот ферма по выращиванию клюквы. Это просто поля большие, там были какие-то болотистые такие кучвы. И вот на этих кучвах промышленные люди выращивают клюкву и голубику тоже. Ну, голубику, вы знаете, кусты, их можно посадить, и, пожалуйста, сколько угодно. Никто голубику в лесу здесь не собирает. Все голубику выращивают. И клюкву в том числе выращивают промышленно, потому что никто на болото не ходит и не собирает ее, как в других странах. Мы заехали на эту клюквенную ферму, и я поставила на фейсбук фотографии, что в этом магазинчике на этой клюквенной ферме. Это просто меня потрясло. Там они делают из клюквы абсолютно все. Ну, вот мы купили такие вот вещи, как, например, вино они делают из голубики. Вот blueberry wine. Замечательное, замечательное вино. Очень-очень вкусное вино. Замечательное. Потом они делают точно так же вино из клюквы. Смотрите, cranberry wine. Это практически клюквенный сок, в который добавляется немножко, наверное, сахар. И все это бродит. И замечательное вино стоит 16 долларов в бутылке. И люди покупают это с удовольствием, приезжают. Потом они делают точно так же вино из клюквы. Это уже такое десертное сладкое вино, которое смешивается с кленовым сиропом. Я не знаю, как вот в других странах, это очень сладкое, очень вкусное десертное вино. Но вот здесь очень большой бизнес – это кленовый сироп. Весной, когда клены, которых в лесу очень-очень много, начинают становиться сочными, люди подходят. И многие-многие специализируются на этом. Открывают дерево, ставят туда трубочку и собирают кленовый сироп. Потом они его варят в таких же чанах. Это в марте месяце происходит. Здесь же на природе туристы приезжают, смотрят, пробуют этот кленовый сироп. И кленовый сироп – большой-большой бизнес в Канаде. И очень-очень канадцы его любят. Они едят блинчики. Блинчики они делают этим кленовым сиропом, и его везде добавляют. Они из него делают кленовое масло и так далее. Так вот на что я хочу открыть ваши глаза сегодня? Посмотрите на возможности, что делают другие страны, и начните это делать точно так же. В этом магазинчике, на этой клюквенной ферме, чего только не было из клюквы. Они делали мыло из клюквы. Они делали из клюквы, просто сушеную клюкву продавали. Они сделали миллион разных джемов и варенья из клюквы. Все это стояло в этом магазинчике. Они сделали миллион разных поделок из этой клюквы. Чего там только не было. Абсолютно все. Они взяли шоколад, клюкву обернули в шоколаде, сделали такие шоколадные конфеты из этой клюквы. Абсолютно все. Это маленькое производство, это маленькая ферма. И на ней работает семья, несколько человек. И эта семья может делать столько-столько-столько продуктов. Просто меня это просто потрясло. Эта семья, конечно, уже будет достаточно состоятельной, потому что они работают сами, они делают это сами. И это у них великолепно получается. Кроме всего прочего, буквально до этой поездки мы проехали здесь на запад Антарио. То есть это было на север, Москва на севере. А на запад Антарио, в сторону Калинвуд, там есть горнолыжный резорт. А здесь очень много горнолыжных резортов. Мы проехали однажды, остановились на ферме. И очень симпатичные люди, канадцы, то есть англосатского происхождения, очевидно. Муж, женой вдвоем работают на ферме. У них достаточно большая ферма. И что они делают на этой ферме? Ну вот абсолютно все. Два человека. У них есть только один человек, который временно им помогает летом, когда они имеют кокору. У них тут овцы, у них тут поросята, у них тут куры, которые они передвигают. Тут же у них утки. Тут же у них... забыла слово, это... Индюшки. Тут же они индюшки. То есть два человека могут сделать так много. Тут же у них растет огород, где они выращивают тоже помидоры, огурцы и свою ферму. За день до отъезда они пригласили нас на ужин. Они зажаривали большого поросенка на гриле. То есть пришли соседи. И соседи принесли свои продукты, которые они делают. А эти жарили поросенка, вот все забрались, они пригласили нас. Мы приехали до 90 километров от Торонто. И мы получили огромное удовольствие от этого ужина. Один сосед принес сыры, которые он сам делал. Причем, когда я стала с ним разговаривать, он сказал, что он всю жизнь работал на телевидении. Но очень-очень любил всегда делать сыры. Козьи сыры они в самом деле делают все. И сыры здесь замечательные. Я думаю, что нам вообще не надо больше импортировать сыры из Франции. Канадские сыры настолько чудесные, настолько свежие, настолько вкусные, что я предпочитаю покупать их сегодня, а не продукты, а не сыры, которые мы привыкли традиционно покупать из Франции. Поэтому он принес свои сыры. Другой, тот же сосед принес свои колбаски, которые он делает. Из этого же мяса, которое он покупает, берет у этого баранину, они вместе делают колбаски. Замечательные колбаски. Тут же они делают, причем, как живет этот фермер. На первом этаже его дома, дом у него совсем небольшой, магазин. А на втором этаже живут они вдвоем с женой. И вот тут ферма. Почему территория фермы не такая большая? Я просто удивляюсь, как много люди могут сделать. Она выпекает печеньки, успевают все это. Они выпекают так называемый ирландский бред, ирландский хлеб, такой вот куличик такой, в который смешиваются просто мука, дрожжи, орехи и изюм. Все это вместе. Очень-очень вкусно. Они тут же делают, конечно, подают мясо свое в холодильниках, тут стоит замороженное мясо. Они с соседом вместе делают такие сосиски из этого же мяса, из свинины сосиски, и из овечки, из барашек сосиски тоже, такие, которые надо жарить на гриле. Тут же другой сосед жарил кукурузу, которую он принес. Кукуруза была чудесная, свежая, тоже на гриле пожарили. И так собрались соседи, обед стоил недешево, 55 долларов с человека, то есть это тоже их бизнес. Они не просто сделали такой обед, они сделали это тоже как бизнес. Они пригласили, пришло человек 50 примерно, поставили на улице столы, и причем не было абсолютно одноразовой посуды. Они, это семья, они пригласили повара, который делал какие-то салаты. Сами они пожарили вот этого поросенка большого, даже не поросенка, а свинюшку, я поставила на фейсбук фотографии. Свинюшку зажарили ее, и всем было больше, чем достаточно, и половина еще осталась всего, было очень-очень много еды. То есть семья не ображает их работоспособность. Ее зовут Мэтью, ее зовут Джули, они не такие молодые люди, наверное, так с виду им лет по 50, они купили эту ферму буквально год назад, и за год они смогли так-так много сделать, и так много всего достичь. Мы проехали немножко еще в сторону, люди открыли винодельню и продают вина. Это Южный Антарио, это не Ниагарские водопады, у нас на Ниагарских водопадах очень много виноделин, там выращивается много винограда, а здесь это севернее, но тем не менее, люди успешно тоже выращивают виноград, делают свои винодельни, развивается все это очень-очень-очень-очень хорошо. Поэтому главное, что я хочу вам сказать сегодня, если вы живете в сельской местности, это не значит, что вы не можете в сельской местности быть успешными и быть бизнесменами. Точно так же, посмотрите вокруг и сделайте 100 вещей из одной вещи. Если вы выращиваете, можете выращивать, посадить где-то клюкву, или голубику, пустые-то голубики, или пустые-то малины, или клубики, чего бы то ни было, сделайте миллион вещей из этого. Не зацепивайте столько на том, чтобы продать эту ягоду. Сделайте из этого ягода вино, сделайте из этого ягода варенье, сделайте из этого сушеного, валяйте ее в шоколады, в чем угодно. Сделайте как можно больше продуктов и откройте магазинчик в своем доме. На первом этаже своего дома. Или откройте просто где-то, какой-то рынок сделайте в Риме, ну что-то еще. Но не оставайтесь без денег, будьте успешными. Всего вам самого хорошего. С вами была Татьяна Конкина. До свидания.